Привет! Пожалуй, добавлю немножечко новых событий в моей жизни на моем канале. Я поменял машину. Я поменял. Купил не совсем то, что я планировал, но это, как можно сказать, временное прибежище. Ну, чтоб пешком не ходить. Сразу скажу, первое впечатление такое очень положительное. Даже в целом об этой марке. Но марка довольно известная. Вдобавок к этой марке скажу, что это один из лучших представителей своего класса. И это, может быть, кто знает, кто нет. Сейчас камера докрутится. Да, это Subaru. Subaru Outback. Так, если быть точнее. Машина 2016 года. 2,5 атмосфера. Досталась она мне от знакомого. И я повелся просто на то, что он хорошо ее за ней следил. Ну, и тем более, все-таки от знакомого. Машинкой я доволен, конечно. Тем более, с ее фишками, с ее наворотами, радарами. Это сильно, как новая игрушка, просто радует. Что, собственно говоря, я почему решил заснять. Сделал небольшую диагностику автомобиля. И сейчас еду отдавать машину на СТУ, чтобы поменяли там кое-какие детали. Кстати, сейчас покажу саму машину и покажу детали. Так, вот машина. Вот такая вот она. Вообще супер. Там вот вмятинка небольшая есть. Я ее беспокрасочно удалю, и вот тут немножечко. Так, теперь... По запчастям, да? Значит, у меня сайлент-блоки задних нижних рычагов. Очень, блин, дебелые, массивные, просто мега. Две штуки таких. Колодки Brembo. Оригинал, все от Subaru. Запечатанные. Вот Subaru Outback. Короче, все для них. Причем Brembo. Это же вообще, это фильтр. Фильтр автоматической коробки передач. Но здесь вариатор. Я поэтому и меняю фильтр. Прокладка, естественно, под этот фильтр. Еще одни колодки. Ну, там перед и зад, естественно. То есть я меняю комплекс. Как это хрень называется. Забыл уже. Опора рычага. Шара. Шрус. Шрус это, вот. И, по-моему, рулевые наконечники или тягивая. Не помню, как называлось. Надо в телефоне смотреть. Тоже все оригинал. То есть я беру все оригинал. А, и вот эту хрень купил на разборке от Subaru Outback с пробегом 60 тысяч миль. У меня вот эта штука надо менять. Это уже написали. В общем, взял бушку оригинал. Предлагали просто аналоги. Не оригинал. Я отказался. Я лучше возьму бу оригинал, чем не оригинал новая. Это отходит еще больше, чем аналог. Ну, дорогой отре. Короче, Олег, смотри. Конструктивно у тебя получается. Вот рулевая тяга. Вот пыльник. Мы можем снять только вот этот хомут пыльника. Потому что у тебя дальше, чтобы открыть. Оно у тебя получается с одной стороны закрыто подрамником. С другой стороны подрамником закрыто. Сверху у нас двигателя. Поэтому для того, чтобы открутить рулевую тягу. Вот там вот. К***ку весь подрамник опустить. Что, блин? Вы серьезно? Хотя чему я удивлялся? Это же Subaru. Все норм. Блин, ну ладно. Что теперь? Работаем дальше. И просто как мы его опустим. Да, мы сможем. То есть мы открутим его нахер. Оставим на подушках за мотор. Мы снимем подрамник. Поменяем рулевую тягу и опять поставим. Ну все норм. Забрал машину. Все поменяли. Все сделали. Все отлично. Ну, мягче стало, да. Ничего не гремит, теперь не тарахтит. В общем, все в порядке. Будем кататься, будем наслаждаться. Пока на этом все. Если есть какие-то вопросы, задавайте. Пока она у меня. Будем смотреть. В общем, если что, пишите. Вот пробег на машине можно видеть. В 154 тысячи километра. Немало, согласен. Но это, в принципе, приемлемо. Так, по машине. Вот по поводу коробки вариатор. Могу сказать следующее. Я приятно удивлен. Я приятно удивлен, потому что машина очень плавно едет. Камера. Очень плавно едет и очень плавно набирает ход. И при этом не чувствуется ни пинков, ни переключений никаких. Очень неожиданно. В горку тоже интересно тянет. Обороты, к примеру, там, 2000 оборотов она держит, а скорость растет. И при этом мы едем в горку. То есть за счет этой цепи, тут цепь стоит на вариаторе. За счет этой цепи перетяжки, получается, она меняет передаточное соотношение. И получается, что тяга есть даже на низких оборотах. Но это благодаря вариатору. Вот как морда выглядит. Сейчас. Вот. номер я еще свой не поставил. Это чуть попозже. Еще не было времени. Не успеваю. Это первый видос. Я сейчас покатаюсь. И потом расскажу еще. Редактор субтитров. Анастасия. Корректор. Продолжение следует...